Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Я знаю, что тема карт временного повода, наверное, уже многим надоела. А даже если не надоела, то практически каждая вторая моя тема связана с картами, с документами и так далее. Но я вам скажу одно. Пока вместе эта тема будет жить, пока вместе она вас будет интересовать, я всё время буду записывать на эту тему видео. И вот будем разбирать эти видео до дыр, пока вместе уж большое количество людей не поймёт, о чём я говорю. Я всё-таки буду стараться детально рассказывать вам в каждом видео, детально разъяснять, чтобы до вас это всё-таки дошло, и вы уже без какого-то страха переезжали в Польшу и более спокойно смотрели на документы. Сегодня хочу с вами поговорить на такую тему воссоединения семьи, либо же по другим обстоятельствам. Потому что очень часто люди путают, когда пишут мне, либо когда мы разбираем это всё на консультациях, кто по каким целям, по каким причинам подаёт на карту. Потому что на самом деле бывают два вида воссоединения семьи. Это воссоединение семьи, либо же другие обстоятельства. Поэтому эти две причины мы сегодня разберём. Я вам также расскажу детально, какие привилегии в каждой из этих целей. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь вместе со мной и продолжаем эту тему дальше. Хочу начать с обратного. Во-первых, подавать на карту временного побыта, либо же на сталый побыт, либо же по воссоединению, по другим обстоятельствам, в общем, на любой вид карты вы имеете право с первого дня легального пребывания вашего на территории Польши. Во-вторых, на любую карту побыта вы можете подавать хоть все вместе, так и по отдельности. То есть, не обязательно, чтобы один из супругов имел уже карту на руках. Вы можете это подавать, когда вы только переехали в Польшу все вместе и хотите податься на карту. Это тоже так же возможно, как касается взрослых, так и детей. Ну и, в-третьих, вы обязаны находиться на территории Польши для того, чтобы податься на карту временного побыта, на сталый побыт. Что касается воссоединения семьи под другим обстоятельствами, то мы обсудим с вами немного позже. Что же касается причин подачи на карту временного побыта. Сегодня мы будем разговаривать именно не о карте временного побыта, сталый побыт, а именно, когда члены семьи хотят присоединиться, либо же члены семьи не имеют работы и хотят остаться здесь на ВНЖ, ПМЖ. Так вот, значит, первая причина – это именно воссоединение семьи. Что же это такое? Воссоединение семьи – это лоншаня с родином. Какой самый большой плюс в подаче на такой вид карты – это то, что у супругов, а также у детей, карта побыта будет с доступом к рынку труда. А это означает, что на такой карте временного побыта с доступом к рынку труда вы имеете право работать на любой работе без разрешения на работу. И карта такая выдается до трех лет. Если же иностранец, который находится здесь, на территории Польши, и у него, например, есть сталый побыт уже на руках, либо карта временного побыта более двух лет, и члены семьи находятся еще в своей стране, но хотят приехать и податься по воссоединению к такому иностранцу, то для взрослого супруга он должен иметь разрешение, точнее, доверенность на то, чтобы он мог подать на карту временного побыта. Что касается детей, не обязательно их пребывание здесь для того, чтобы подать на эту карту. То есть иностранец имеет право подать за своих членов семьи, а также малолетних детей на карту временного побыта по воссоединению. Кто вообще может подать на такой вид карты? То есть кто имеет право подаваться по воссоединению семьи? Самое первое, это если вы являетесь супругом иностранца, у которого на руках уже есть сталый побыт, либо же нету еще сталого побыта, то есть он только подается на основании, например, карты поляка, либо же по корням. Если вы являетесь супругом, гражданином республики Польши. Если вы находитесь в браке с иностранцем, который находится на территории Польши уже два года, с картой временного побыта, с доступом к рынку труда, но на момент подачи одного из супругов на карту временного побыта по воссоединению, у второго иностранца, у которого уже есть эта карта, должна она быть действительная. То есть если она не действительная, а иностранец был уже на территории Польши два года, то, к сожалению, по воссоединению нельзя податься. То есть, на момент подачи по восстановлению семьи у одного из супругов карта временного доступа должна быть актуальна, и он на ней должен пребывать минимум 2 года. Также, если вы в браке с иностранцем, у которого есть карта резидента Евросоюза, если же у иностранца есть карта временного попыта, открыта на основании научной деятельности, ну и также иностранцы, которые есть на руках blue card, то есть голубая карта, такие супруги иностранца имеют право подаваться на карту временного попыта с доступом к рынку труда. Что касается детей, то это все, конечно же, точно так же касается. Если вы подаетесь по воссоединению на карту временного попыта, то карта стоит 340 злотых, пластик стоит 50 злотых. Я знаю, что в некоторых воевудствах по воссоединению семьи пластик стоит 25 злотых, но я не знаю, в каких конкретно это такое именно, но что касается поморского воевудства, то взрослые платят по воссоединению семьи 340 злотых плюс 50 злотых за сам пластик. Что касается детей, то 340 злотых плюс 25 злотых за сам пластик. Далее, когда вы заполняете внесок, у меня есть видео, как заполнить внесок для карты временного попыта. Это тот же внесок, как и для работы, только вы не заполняете, точнее вам работодатель не дает злотых номер один. Но во внеске есть такой пункт, где спрашивает цель вашего пребывания. Так вот, если вы подаетесь по воссоединению семьи, то есть вы входите в тот список, который я вам перечислила ранее, я вам также оставлю в инфобоксе всю более детальную информацию, кто имеет право по воссоединению, кто имеет право по другим обстоятельствам подавать на карту. Так вот, если вы подаетесь по воссоединению семьи, то во внеске вы должны обозначить пункт 11, что означает побыт с судожемцем. Также для такой карты вы должны сделать умисование свидетельства о браке. Что это такое, я вам немножко детальнее расскажу чуть-чуть позже в видео. Сейчас мы обсудим все причины подачи. Надеюсь, эта тема по воссоединению семьи вам ясна, и теперь вы понимаете, кто имеет право подаваться. Что касается пребывания под другим обстоятельствами, то есть иной околичности. Если вы обычный смертный, который не вошли в список ранее, который я озвучивала для вас, то есть вы просто находитесь в браке с иностранцем, который точно так же только приехал в Польшу вместе с вами, либо же только подался, либо он получил только-только карту, то вы имеете право с ним податься по другим обстоятельствам. То есть это может быть побыт с менеджем, побыт с женом, побыт с матком. То есть вариантов разные могут быть. Если вы подаетесь по другим обстоятельствам, то, к сожалению, карта у вас будет без доступа к рынку труда. Но если вы хотите работать, то есть если вы уже получили карту такую, которая без доступа к рынку труда, и вы хотите работать, тогда работодатель должен вам сделать разрешение на работу, и вы имеете право работать, не меняя этой карты. То есть не обязательно вам подаваться от работодателя на новую карту. Понятное дело, если вам зависит, например, на каких-то пособиях, на выплатах, например, на урлопе мочежинским по породе, да, то есть после родов, то, конечно, это важно, чтобы у вас был доступ к рынку труда. Если же вам на этом не залежит, то есть вам от этого никак не зависит, то вы можете иметь карту без доступа к рынку труда, но при этом работодатель должен вам сделать разрешение на работу. Такая карта также выдается до 3 лет. Стоимость такой карты точно так же, как и по воссоединению 340 злотых плюс 50 для взрослого человека за сам пластик, либо же 25 злотых за ребенком. Что касается внеска, то во внеске вы должны заполнить пункт 16, где написано иные околичности, и написать потом от руки, какая именно причина пребывания у вас. То есть у вас это будет побыт с менеджем, либо же там побыт с женом, либо побыт с ойцем и так далее, как я вам сказала ранее. Очень важно знать тот факт, что если иностранец, от которого вы попадались по воссоединению семьи, либо же по другим обстоятельствам, меняет, например, работу, меняет воеводство, то членам семьи менять карту не нужно. То есть вы остаетесь на той карте, которой вы и были, а иностранец, который поменял обстоятельства, то есть работу, либо же воеводство, к сожалению, должны поменять карту временного побыта. Теперь давайте перейдем на тот момент, что же такое умисцевание. Потому что многие из вас пугаются этого слова, но на самом деле нет ничего страшного. Если же вы подаете на карту по другим обстоятельствам, тогда вы должны перевести ваше свидетельство о браке у присяжного переводчика на территории Польши. Если же вы подаете на карту временного побыта по воссоединению, то есть по улучшению за родином, то вам нужно сделать умисцевание. И тогда только вы сможете получить карту с доступом к рынку труда. Что же такое умисцевание? Умисцевание – это регистрация вашего свидетельства о браке, то есть заграничного свидетельства о браке, в польскую книгу «Свидетельств о браке». Данный документ вы можете сделать в Уженде Стану Цивильнегу в вашем городе. То есть в основном этот отдел находится в Уженде Място. В таком Уженде можно сделать умисцевание как свидетельства о браке, так и свидетельства о рождении. Для кого нужно делать умисцевание? Если вы подаетесь на польское гражданство, то вы обязательно должны сделать умисцевание свидетельства о браке, а также свидетельства о рождении. Но и также для тех иностранцев, которые подаются по воссоединению, вы также должны сделать умисцевание свидетельства о браке. Помните, что на территории Польши не принимают документы, которые заламинированы. То есть, если вы еще сейчас находитесь в своей стране, и ваши документы заламинированы, то бегите в органы, которые выдали вам свидетельство о браке, либо свидетельство о рождении, и берите обязательно дубликаты. Хочу вас также предупредить, что в ужин с стану Цивильнегу забирают оригиналы документов, но при написании заявления о том, что у вас нет возможности получить дубликаты, вам могут оригинал вашего документа вернуть. Но, хочу вас также предупредить, что данная система не во всех воеводствах действует. Заявление на написание о том, чтобы вам вернули свидетельство о браке, оригинал вашего свидетельства о браке, я вам оставлю в инфобоксе, поэтому заглядывайте туда, и можете взять этот пример, написать даже от руки, и предоставить вместе со всем списком документов данное заявление. Теперь самое главное, какой же список документов? Первое, это вам нужно заполнить внесок о впис заграничного акта. Его можно сделать как онлайн, то есть скачать онлайн заявку и заполнить дома спокойно, либо же прийти в ужин с стану Цивильнегу, взять там пример этого внеска, также распечатанные уже внески и заполнить уже на месте. Не забывайте то, что сейчас у нас коронавирус, сейчас у нас эпидемия, поэтому в каждый ужин, который вы хотите попасть, нужно заранее договариваться, либо же регистрироваться онлайн. Следующий документ, это актуальные ваши документы, на основании которого вы находитесь здесь на территории Польши, но в вашем случае это будет паспорт. Дальше, перевод свидетельства о браке, а также свидетельства о рождении у присяжного переводчика на территории Польши. Также, если в заграничных документах нету девичьей фамилии, то вам нужно написать заявление, какую фамилию вы берете. И помните, как я вам и сказала ранее, заламинированные документы, а также плохо читаемые документы, ужинды не принимают. Сроки изготовления такого документа от двух недель до двух месяцев, все зависит от ужинда. Чем меньше город, тем быстрее выдают это свидетельство, уместование, точнее документа. Что касается оплаты, то стоимость такого документа 50 злотых. Оплату можно произвести как в ужинде, так сделать просто переводом, либо же в кассе банка при ужинде, либо же через почту. Вот, в принципе, и все. Я надеюсь, что я вам максимально смогла помочь в этой теме. Теперь вы знаете на 100% что такое воссоединение с ними и что такое по другим обстоятельствам. И вы теперь этих два понятия не будете путать между собой. Ну, а также вы знаете уже, что такое уместование и уже будете спокойно готовиться к переезду. Если же вы уже находитесь на территории Польши, то не забывайте этот момент, если вы подаетесь на воссоединение с семьей. Если же у вас другие обстоятельства, то там все намного проще. Поэтому самое главное иметь оригиналы ваших документов. Все присяжные переводы делаются только на территории Польши. Но и не забывайте, что сейчас в связи с эпидемией рассматриваются все документы намного дольше. Поэтому не оттягивайте этот момент и занимайтесь как можно быстрее. Если у вас еще остались вопросы, то это напишите мне в комментариях. Если же вы хотите более детальную информацию узнать, тогда посмотрите мой инстаграм. Там есть несколько постов на эту тему. Но, а если вашим друзьям будет интересно это видео, то я буду рада, если вы ним поделитесь, своими друзьями. И они узнают больше о подаче на карту временного повода. Спасибо, что сегодня были вместе со мной. Ну, а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока.